Вторая персональная и приуроченная к юбилею. В Музее Уральского Искусства в выходные открылась выставка Ербитского художником Татьяны Ураковой. В экспозиции 40 работ, которые посвящены любимым людям, любимому городу и самым вдохновляющим моментам в жизни. Три зала в здании музея Новолодарского сегодня отданы работам Татьяны Владимировны. На стенах пастель. Именно ей художница в последнее время отдает предпочтение, считая на данный момент самой близкой по выразительности для себя техникой. При этом стилистика работ автора узнаваема и, как говорят ее друзьям, с годами почти не поменялась, хотя обрела совершенство и полноту. У меня дома висят две ранних ее работы, называются «Бутылки». Традиционная пастель, монохромная. И придя сегодня и увидев ее работы за последние несколько лет, я понял, что у Пикассо есть розовый период, голубой период. У Татьяны Ураковой периодов нет. Она, выбрав однажды свой стиль, работает вглубь, вглубь себя, вглубь материала, вытаскивая для нас, для зрителя, совершенно удивительные вещи по фактуре, по цвету и по ощущению. На выставке представлены работы из разных серий. Здесь и портреты, и пейзажи любимого города, и рисунки с изображением цветов. Все выполнены в последние годы, но сколько именно потребовалось художнику времени на их создание, сказать невозможно. Ведь по словам друзей, хорошо знающих Татьяну Владимировну, часть работ она пишет быстро, на эмоциях. Другие же заставляют автора задуматься на долгое время. Но это уже не цветы, это композиции, которые более такие философские, какие-то вот уже, как в соседнем зале, который связан с какими-то событиями, даже больше такими человеческими, и к стране привязаны, да, к истории, ко всему. Вот, и то есть к ним тоже она идет долго, думает очень долго, вынашивает, даже не озвучивает. Она просто, как говорится, с этим живет. Накопилась, назрела, вышла, уходит в мастерскую. Я не говорю, что сразу начинает работать. Она может, допустим, сесть и просто сидеть у листа, вот у квартона, да, и смотреть на него. То есть эта картинка должна, вот та, которая у нее внутри, воображении, отобразиться там. То есть все встать на свое место композиционное. И начинает работать. В целом же экспозиция посвящена соавторам, родителям, близким, друзьям, ученикам. То есть людям, которых Татьяна Владимировна считает вдохновителями своего творчества. И в этот день в их адрес прозвучало много добрых слов. У меня есть друг, человек, который всегда рядом. Человек, который знает меня разную, потому что я бываю очень разная. Это штиль, это гром с грозой. Иногда гроза сухая. Но все вы представляете, наверное, что это такое. И вообще благодаря этому человеку, ну то, что вы сегодня увидите, то есть, ну, 99% это она. Потому что это вдохновитель, это муза. Я тут однажды поняла одну маленькую вещь. Я посмотрела фильм, созданный моими учениками для меня. И я поняла, что за моей стеной находится целая армия. И мне вообще сейчас ничего не страшно. Ну, кроме того, чтобы показать выставку. Ну, а тем, кто не успел побывать на открытии выставки, советуем не расстраиваться. Тем более, что по словам самой Татьяны Владимировны, ее работы любят тишину и ничем не отвлекаемое внимание зрителям. Эти работы, с ними надо быть наедине. И поэтому, когда вот Сергей Михайлович попросил, ну, как бы сказал, что вот надо, ну, вроде как надо вот экскурсию провести, я думаю, что это вообще не было уместным, потому что, ну, работы, эти работы именно, да, они не требуют этого. То есть здесь нужна тишина. Вот. И наедине. То есть зритель и картина. И он должен туда в тишине войти и раствориться по возможности. Спасибо.